Девушки отдыхают Девушки отдыхают А значит оспорить отцовство будет легко или могут возникнуть сложности? Узнаем в суде Девушки отдыхают Совесть имеешь, пришла домой к нам, увидела как мы живем и теперь решила обобрать нас, чтобы там прописаться, зарегистрироваться, чтобы еще ее кормили ребенка В интернате для слабоумных совершено преступление Мужчину, страдающего психическим расстройством, соблазнила санитарка Какие права будут у ребенка, родившегося от этой связи? Истец просит лишить отца несовершеннолетних внучек родительских прав Ответчик иск не признает, утверждает, что был хорошим отцом Так, пожалуйста, истец, я вас слушаю Ваша честь, я Захарова Нина Борисовна, я пенсионерка Я являюсь временным опекуном своих внучек Троих, пяти с половиной лет Но так как я временный опекун, я хочу на постоянной основе И этим я требую лишить родительских прав их настоящего отца Который находится здесь в зале По моему мнению, он приехал три месяца назад Только за тем, чтобы получить квартиру трехкомнатную Которую дали моей дочери за троих девочек И за 9300 получает пособие по утере кормилица Мои девочки, каждая по 9300 Подождите, подождите, но ответчик является биологическим? Он является биологическим, но до ЗАГСа он так и не дошел с моей дочерью Как бы она его не просила, умоляла его По чьей вине ты не дошел до ЗАГСа? Да никогда ты ее не любил, я умоляю тебя, Юр, давай сейчас мы не будем Ответчик с вашей дочерью, как я понимаю, умершей, они же совместно проживали? Да нет, не совместно Выгнала я его, когда он пытался ее задушить на глазах у детей Выгнала и пригрозила, что посажу И снылся он Не было его возле детей никогда Только дети помнят, как он избивал, и взмывался над матерью У меня есть документы подтверждающие, что дети заболели от испуга, они писаются А он хотел, чтобы она родилась? Но первый раз, когда забеременела моя дочь Он сказал, чтобы она сделала аборт, ваша честь, потому что он, видитель, финансово не мог содержать семью Да, конечно, содержал их я, так как они жили у меня Своего-то жилья у него на самом деле не было и нет никогда Вот это второй раз, когда моя Лена забеременела Он одобрил ее беременность Тройняшек она Врачи сказали, что будет тройней И на тот момент он, конечно, понимал, что власти дают квартиру за тройняшек в трехкомнат Но он одобрил это рождение Не за квартиру, ваша честь Он ее не повел, он просто пошел в ЗАГС и сделал отцовство Не, ну это вообще И никогда он Лену не любил Подождите, сделал отцовство, если перевести на русский язык Вы пришли в добровольном порядке, написали заявление в ЗАГСе о признании себя отцом Да Ваша честь, три месяца назад он появился и требует с меня, чтобы я отдала детей Кому отдавать? Кому? Я его выгнала, когда он душил, когда были следы на Лене, вот этих вот пальцев, когда он душил Соседи подтвердили, дети до сих пор боятся этого человека Да подождите, ну хорошо, а что, было возбуждено уголовное дело? Нет, почему? Не было возбуждено уголовное дело Потому что этого не было Лена просила, она уже была очень тяжело больна Я говорила, мам, ну давай простим его Я его выгнала в этот день, выгнала и преградила, что я его посажу С тех пор он уехал С тех пор он уехал, он перестал терроризировать мою больную дочь Вы понимаете, как мне тяжело Как тяжело отдать такому монстру своих внучек Истец, сколько сейчас тройняшкам лет? Пять с половиной лет, Ваша честь Пять с половиной лет Да И за этот период времени ответчик не занимался воспитанием рябинь Не занимался, и более того, я скажу, 540 тысяч на данный момент он должен по алиментам Он только три месяца как узнал, что Лена умерла и начал платить Ваша честь, квартиры у него на своей нету У него живут в деревне его родители Он хочет продать квартиру Ленину и детей, 4 миллиона, которые стоят И хочет жить на пособии 9300 на каждого ребенка Ответчик вряд ли без органов опеки сможет продать квартиру, которую дали для улучшения жилищных условий многодетной семьи Это вряд ли Значит, вы просите лишить ответчика родительских прав по следующим основаниям Что ответчик с момента рождения детей фактически не занимался их воспитанием При этом с мамой детей не вступил в официальный брак На сегодняшний день за ответчиком числится задолженность по уплате алиментов на содержание детей И вы усматриваете в определенной степени наличие корыстных интересов Которые, как вы утверждаете, касаются именно квартиры В которой сейчас собственниками являются дети Я правильно вас поняла, да? Так, мне будьте добры, пожалуйста Мне необходимы все свидетельства о рождении детей Да, свидетельства о смерти вашей дочери А сколько сейчас уже временное опекунство у нас продолжается? Семь месяцев на сегодняшний день Оно было продлено, потому что Нина Борисовна подала в суд Да, я прошу прощения Мне необходимо просто уточнить у органов опеки Скажите, пожалуйста, представитель А после смерти мамы ответчик к вам не обращался За установление, за признанием себя опекуном детей? Там была такая ситуация У нее было скоротечное онкологическое заболевание Она умерла очень быстро После чего дети остались практически одни Где отец в данный момент мы не знали Естественно То есть не обращался папа Он не обращался И мы не имели никаких данных о нем Нет, 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 нет Поэтому была предварительная ответа на бабушку Мне нужно было просто уточнение Пожалуйста, ответчики, я вас слушаю Значит, ваша честь Ни с иском, ни с тем, что, будь здесь сейчас наговорила Нина Борисовна Моя теща несостоявшаяся, я не согласен Значит, во-первых, что касается алиментов Алименты я платил Ваша честь три месяца У меня есть подтверждение, вот, пожалуйста Злостным неплательщиком, поэтому назвать меня нельзя 540 тысяч у вас есть Я начал Спокойно, все будет в порядке Тогда откуда задолженность такая? Ну, потому что я не все еще выплатил Я недавно начал платить, признаю Но я выплачу все А почему? Ну, потому что у меня было туго с работой Не было денег Никогда он не работал В стране ты ездил в жизнь Если вы не знаете, зачем вы говорите? Ответчик, вот я не только ведь для истца, правильно? Но я и для вас, в том числе, сказала основание По которому истец просит вас лишить родительских прав Одно из названных судом оснований Это было то, что вы не исполняете обязанности По материальному обеспечению своих детей И в данной ситуации истец представил у суду доказательство того, что за вами существует достаточно приличная задолженность по плате алиментов Ну, а что здесь доказывать? У меня не было работы, не было денег, чтобы платить Нет, нет Значит, ответчик, вы не делаете никакое одолжение суду Это ваше право на защиту Доказывайте, что у вас не было работы в эти периоды времени Вы можете мне это доказать? Ну, я не могу этого доказать Не можете Ставим на эту точку Докторировали брак с женщиной, которая родила троих детей Значит, рассказываю, по какой причине все это произошло Был назначен день росписи, когда мы должны были заключить брак Что произошло в этот день? Мы уже были в ЗАГСе, когда туда явилась Ответчик Нина Борисовна Ответчик, можете ли вы подтвердить обстоятельства, на которые вы ссылаетесь? Будьте добры Справочка из ЗАГСа есть, что вы обращались с заявлением? Ну, нет, роспись не состоялась, поэтому справки нет Нет, ответчик не все так просто Все заявления хранятся На этом ставим точку Дальше Ну, я могу рассказать только как было Подтвердить, конечно, я это не могу документально Ну было так, что она просто сорвала брака Подтверждайте обстоятельства, на которые вы ссылаетесь Будьте добры, подтверждайте обстоятельства Не могу этого подтвердить Дальше Дальше роспись не состоялась, как и наша семейная жизнь С моей несостоявшейся женой Потому что Нина Борисовна постоянно Портила нашу семейную жизнь Она меня ненавидит Просто ненавидит всеми фибрами своей души. Ненавидит. Ненавидит меня постоянно. Больную дочь, ты в гроб заодно. Как было? Дома, за обеденным столом садимся. Сколько денег ты сегодня заработал? Нисколько? Пшел вон из-за стола тогда. Это при жене, между прочим, было. Какая жена это выдержит? Я жена больную, и я, я пенсионерка, содержу этого кабана, который садится за стол. Содержа. Какой у вас пенис это интересный, что вы такого кабана задержите? Давайте в прошлом, прошедшем времени содержали. Но сейчас же вы не содержите ответчика? Не содержите? Слава богу, нет. Как видите, жив-здоров. Без вашей пенсии помощи. Изложите, пожалуйста, суду, как вы принимали участие в воспитании детей. Я фактически не мог его принимать, потому что она меня не подпускала к детям. Я пытался. Это мои дети, я люблю их, я хочу с ними общаться. Скажите, пожалуйста, знали ли вы о том, что поскольку вы в добровольном порядке признали себя отцом ребенка, то, следовательно, у вас есть все права и обязанности родителей. В том числе у вас есть право на общение с детьми. Можете ли вы подтвердить, что на протяжении этого периода времени, то есть на протяжении пяти лет, вы обращались в судебные инстанции или в органы опеки и попечительства с просьбой оказать вам содействие в восстановлении графика общения с детьми? Да я не обращался. Ну неужели по-человечески нельзя договориться с моей детьми? Она же не идет на контракт, она просто не опускает. Он нам обратился буквально месяц назад с этим. То есть все пять лет он не обращался. Вот когда он сейчас появился, он заплатил действительно какие-то алименты и обратился к нам, что ему не дает бабушка общаться с детьми. Он попросил нас установить график общения. До этого обращения не было. Хорошо. Давайте так, органы опеки. Нет, я прошу прощения, мне, пожалуйста, документы, подтверждающие оплату вами алиментов. Так, органы опеки, ваше заключение по существу спора. Значит, наше заключение такое. Юрий Петрович у нас или лукавит, или просто вводит в суд заблуждения, потому что он дал нам кучу документов, в которых написано, что он служил в горячих точках, потом он работает, очень большие по контракту он служил, потом у нас вот еще есть документ, что он работает в какой-то очень крутой фирме с большой зарплатой, но мы недоверчивые люди, и поэтому мы дали запрос. Оказалось, что службу по контракту он не проходил никогда и нигде вообще. И в этой фирме, вот у нас справка, не работает данная организация, в штате не состоит и никогда не состоял. Соответственно. Так, я прошу прощения, ответчик. Скажите, пожалуйста, вы передали в органы опеки попечительства с документами подложные? Значит, что касается службы в армии. Я служил в таких войсках, информация о которых разглашению не подлежит. Поэтому я не знаю, что они там проверяли и какой они получили запрос. Естественно, они его получить не могли. Одну секунду, у нас из обычного военкомата мы дали запрос, не где он служил, а мы спросили, был он контрактником или не был. Так, ответчик. Дело в том, что у суда сейчас появится возможность Какая нам разница, где вы служили? Эти все документы органов опеки и попечительства себе забрать, выделить в отдельное производство и передать для проведения доследственной проверки. Ну, если вы представляете подложный документ. Никаких подложных документов. Куда они отправили запрос на счет работы, я вообще не знаю. Ответчик, ответчик. Есть такое понятие даже в гражданском судопроизводстве, как фальсификация доказательств. Чтобы вы понимали, и за это также несут уголовную ответственность за фальсификацию доказательств. Ваша честь, простите, был он на похоронах моей дочери. Ну, как я мог быть на похоронах, если я недавно приехал, я узнал, ты не служил когда. Так, я пока разговариваю с органами опеки. Так, ответчик, у вас есть возможность сказать о том, что вы представили не те сведения органам опеки? Нет, я представил правильные сведения. Понятно, я вам все сказала, что дальше будет. Я надеюсь, вы поняли, да, что я сказала? Хорошо, пожалуйста, простите. Да, Ваша честь. Теперь, что касается алиментов, он их не платил все это время. И только вот последние где-то, ну, месяца, наверное, 3 или 4, он стал платить, да, он стал платить алименты, и он захотел общаться с девочками. Наш психолог общался с детьми. Значит, дети к нему относятся, ну, как вам сказать, никак. Так, они его просто не помнят. Они где-то слабое такое воспоминание, что был какой-то шум, какой-то скандал. Это, конечно, значит, надо наладить контакты как-то, а не вышвыривать меня совсем-то. И поэтому мы в данном случае, мы хотим все-таки дать ему шанс какой-то побыть отцом. Мы не хотим его ограничивать в родительских правах. Нет, лишать, вещь-то ли-то лишения. Мы полностью поддерживаем Нин Борисовну, но делать из ребенка социального сироту совсем из троих детей мы не хотим. Поэтому мы просим ограничить его все-таки. Почему? Обоснуйте вашу позицию. Мы хотим ограничить его в родительских правах. Обоснуйте вашу позицию, почему вы против? Потому что он хочет общаться с детьми. Нет, органы опеки, давайте последовательно. Вам человек, как вы утверждаете, представил сфальсифицированные доказательства. Это раз. Это разве мало? Второе. Не проживал совместно с детьми, это два. Не принимал участие в общении, воспитании детей, это три. И материально не содержал детей, это четыре. Не по своей вине ты не принимал. Ответьте. Да это отговорки все. Ответьте. И вы считаете, что его можно только ограничить? А в конечном итоге? Ну что, ограничение, отобрание. Ну кого отбирать? Их и так нет детей. Чего мы с вами будем профанацией сейчас заниматься? Там ситуация достаточно сложная, потому что, да, действительно, это все так, и этого вполне достаточно для лишения его родителей всех прав и утраты всех прав на этих детей. Но надо думать все-таки еще о детях. Единственный их родственник – это бабушка, которая пенсионерка. Нет, дай бог, дай бог ей здоровья. Простите, пожалуйста, когда вы назначили истецу временными опеками, вам это не было. Не думаю о том, что я проживу. А просто некого было больше, иначе мы должны были забрать детей в социальные учреждения. Да, но согласитесь со мной органы опеки. Хорошо. Боже, честь, я не алкоголик, я не наркоман. Подождите. У меня есть работа, достаток. Ну почему дети с бабушкой должны быть, они со мной? Ответчик, где вы были, истец, где вы были пять лет? Дело в том… Два года в армии. Ответчик, я вам сказала, чем это закончено для вас. Понимаете, какая вещь? Вот мы же ограничены на шесть месяцев. Ну и что? Ну от этого же проблемы не исчезнет. Вы знаете, мы хотели просто дать ему шанс, посмотреть, как он будет. Будет он общаться с детьми, будет он платить дальше алименты, как он себя поведет, потому что он нам просто расписал, что он не знал, не давали, не хотели, и сейчас не дают. Пусть он попробует. Зачем же вот так сразу? Полгода пройдет, ничего не изменится. За пять с половиной лет ничего не изменилось. Пожалуйста. Тогда мы сами будем выдвигать требования о лишении его родительских прав. Ну совсем сиротить детей мы бы, конечно, не хотели. Ваша честь, я тоже прошу вас не лишать меня родительских прав. Я люблю своих детей и хочу быть их отцом. Ну как вы можете кого-то любить или не любить, когда вы пять лет никого не видите? Пять с половиной лет не занимаетесь. Так, суд удаляется о принятии решения. Далее в программе. Я без всех этих экспертиз могу сказать, что это не его ребенок. И он знал об этом тоже с самого начала. Я об этом догадывался. Как он мог об этом догадываться? Он знал об этом с самого начала. Каково ребенку узнать, что любимый папа ему не родной и больше его не любит? Разве можно в одночасье разлюбить? За что? Чем он провинился? Разберемся в суде. И совесть имеешь. Пришла домой к нам, увидела, как мы живем, и теперь решила обобрать нас, чтобы там прописаться, зарегистрироваться, и чтобы еще ее кормили ребенка. Недееспособный мужчина стал отцом. Кто обязан платить алименты матери ребенка? Ведь мужчина нигде не работает, а его средствами распоряжается опекун. При обстоятельствах того, что органы опеки и попечительства представили в материалы дела документы, которые не подтверждают прохождение ответчикам службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Суд считает это обстоятельство достаточно существенным для разрешения рассмотрения дела, поскольку служба по контракту могла бы оправдать ответчика с тем, что он не принимал участия в материальном обеспечении детей и не принимал участия в воспитании детей. Ответчик каких-либо доводов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть утверждение органов опеки и попечительства, судебное состояние не представил. Но суд считает, что это является существенным обстоятельством для правильного рассмотрения разрешения спора, считает необходимым отправить судебный запрос в соответствующее военное учреждение для получения ответа. Соответствуют ли действительности представленные ответчикам документы о том, что он проходил военную службу по контракту. Суд также будет просить соответствующего военное ведомство сообщить, если это имеется гриф «секретно», просто указать сроки, в течение которых ответчик проходил соответствующую военную службу, если эти периоды приходятся на периоды рождения детей и до настоящего момента. После получения указанного запроса суд возобновит судебные заседания, уже будет принимать решение по существу. Кроме того, суд в данном случае воздержался пока от принятия решения с учетом мнения, которое было высказано и заключения, которое было представлено в материале дела, органов опеки и попечительства, которые возражают против лишения ответчика родительских прав. При таких обстоятельствах, до момента получения информации соответствующего военному ведомству, суд приостанавливает производство по делу, к которому он вернется после получения соответствующего ответа. Это понятно, да, ответчик? Суд хотел бы разъяснить, что судебный запрос является обязательным и для исполнения, поэтому военное ведомство обязательно нам предоставит ответ. Естественный ответчик, суд огласил свое определение, дело закрыто. Прошу всех встать! Я добьюсь, чтобы лишить тебя родительских прав. Добьетесь, добьетесь. Решение суда. Производство по делу приостановить. Суд в этом разберется, и я буду, наконец-то, воспитывать своих внучек в любви и заботе. Я воспользуюсь любым шансом, чтобы доказать своим девочкам, да и Нине Борисовне, что я могу быть достойным отцом. Целых три часа. Каждый будний день наши судьи спасают самое дорогое. Ваших детей. Верни мне моего ребенка! Ваши семьи. Ты работаешь секретуткой. Это твоя обязанность – освободить мужей. Ваши деньги. Мне деньги нужны. Да всем деньги нужны. Кому не нужны деньги? Поднимите руку. Ни одной руки нет. Самые страшные, драматические и дикие истории Ребенка два дня держали в морге живого. Заканчиваются в залах этих судов. Не стыдно за вашу позицию? Во мне нет. Судебное лето 2019-го на нашем канале началось. Мне на основании ваших эмоций вам искудовлетворить или что? Истец оспаривает отцовство и требует отмены алиментов. Ответчик с иском не согласна. А так, пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Да, Ваша честь, я оспариваю отцовство. Прошу суд снять с меня все обязательства по алиментам в отношении Егора Чеснокова, сына-ответчицы Елены. Дело в том, что Егор не является моим сыном. Я подозревал это давно, но сейчас вот еще сделал за свои деньги экспертизу, не пожалел 35 тысяч. Вот черным по белому здесь написано. Вероятность отцовства 0, 0,5, ну 0, практически 0. В периоде, понятно. Более того, Ваша честь, у вас есть еще заключение экспертизы, сделанное во время нашего развода, приобщенный, у нас развод был через суд, и это было полгода назад, и, соответственно, там тот же самый результат. Какие-то алименты с меня сейчас взыскиваются, я как безработный стою на бирже, 20% от пособия по безработице с меня вычитают, вроде бы как ничего страшного. Но сейчас, в свете последних событий, когда этот ребенок совершил преступление... Нет ребенка, твой сын. Моим сыном он не является и никогда... В 13 лет являлся, теперь не является. Не был. Андрей, в это врать. И сейчас государство требует с нас, с женой, возместить ущерб за совершенное им деяние, а именно анонимный звонок в школу о заминировании. Соответственно, по этой статье ребенок, так как он несовершеннолетний, ответственности нести не может, поэтому... Ты лучше расскажи, почему этот звонок поступил в школу? А вы считаете, что если сейчас будет оспорено ваше отцовство, это освободит вас от уплаты штрафа? Я думаю, это логическое следствие. Нет, это только у вас логическое. А в чем логика, если ты отец ребенка? Но вы же занимались его воспитанием, правильно? Да, я занимался его воспитанием, но почему я это делал? Потому что я свято верил, что это мой сын. Нет, истец, я это... Истец, скажите мне, пожалуйста, я хочу понять, у меня, по крайней мере, это должно как-то там сойтись. Да потому что он заврался уже, он с самого начала знал. Я без всех этих экспертиз могу сказать, что это не его ребенок. И он знал об этом тоже с самого начала. Я об этом догадывался. Как ты мог об этом догадываться? Он знал об этом с самого начала. Потому что я была беременна, когда мы с ним еще просто общались. И настоящий отец Егора, он, получается, ушел. Ну, у нас с ним не сложилось. И Андрей меня просто умолял, чтобы мы стали там жить вместе, что будет свадьба, что он этого ребенка возьмет, на себя запишет, что никогда ни о чем не узнает. А теперь, конечно, когда надо выплачивать эти 700 тысяч, он плюс еще нашел там себе бабушку богатенькую, которую развлекает, и ушел, пусть идет. Но ребенок не игрушка. Почему он должен, значит, сначала хочет стать отцом, потом он отцом стать не хочет. У ребенка вообще моральная травма. Я с психологом разговаривала по поводу вот этого как раз случая, за которую мы теперь должны платить. И я с себя это тоже не снимаю, этой ответственности. Это наш общий ребенок остался. Значит, надо вместе оплачивать эти 700 тысяч. Он ему наговорил там таких вещей, что у него новая семья, новый ребенок, что у него он ему вообще больше не сын. Хотя он всегда до своих 13 лет был уверен, что это его папа. Нет, ответчик, а как вы можете доказать, что истец знал о том, что ребенок, который рожден в браке, он является его биологическим отцом? Что он знал, я могу доказать, потому что у меня осталась переписка того времени. У меня телефон был, я его маме отдала. Ну, просто, чтобы с ней какую-то связь иметь. А она особо ему не пользовалась, и остались сообщения. У меня есть распечатка этих сообщений. Ваша честь, я протестую. И здесь вот все это написано. И можно проверить, этот номер у него до сих пор остался, сохранился. 13 лет назад телефоны не фиксировали сообщения. Да как не фиксировали сообщения? Все знают, кого ты хочешь обмануть. То есть он совсем уже сейчас и суд пытается обмануть, и меня в какую-то грязь, что я там какая-то лживая стерва. Хотя он все это знал, здесь все написано. Ленусь, прекрати истерить. Кто бы у тебя не родился, будет мой ребенок. Только мой, забудь. Леночка, не переживай, родители никогда не узнают. Сын всегда будет только моим. И после рождения ребенка. Какие фантазии? Это документы. Это можно взять... Естественно, я хочу понять, почему при расторжении брака проводилась экспертиза? Объясните. Ты вообще никогда не думаешь, кем будешь. Дело в том, что на тот момент я отцовство не оспаривал. Я алименты платить в качестве небольшой материальной помощи... А теперь ты передумал вообще быть папой. Я был не против. Так, суд удаляется, принятие решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Ты совесть имеешь. Пришла домой к нам, увидела, как мы живем, и теперь решила обобрать нас, чтобы там прописаться, зарегистрироваться, и чтобы еще ее кормили ребенка. В интернате для слабоумных совершено преступление. Мужчину, страдающего психическим расстройством, соблазнила санитарка. Какие права будут у ребенка, родившегося от этой связи? Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, затушив исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев все представленные документы и доказательства, приобщив ранее вступившее в законную силу решение суда о расторжении брака и выплате алиментов, иск об оспаривании отцовства и прекращении выплаты алиментов удовлетворяет. Суд выносит решение об аннулировании записи об отцовстве истца в записи акта урождения несовершеннолетнего сына-ответчицы. Выплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка-ответчицы суд прекращает. В данном случае суд не может принять в качестве вашего возражения то обстоятельство, на которое вы ссылались, что истец при заключении с вами брака и регистрации ребенка на свое имя знал о том, что он не является биологическим отцом ребенка, по тем обстоятельствам, что вы при расторжении брака на это обстоятельство не ссылались. То есть если бы вы при назначении той молекулярно-генетической экспертизы бы ссылались на это обстоятельство, полное возможно, что эта экспертиза не была бы проведена, потому что вы пришли в суд и сказали, да, я не являюсь биологическим отцом ребенка, но он знал, да, и там уже были совершенно другие бы последствия. Но поскольку вы как бы не возражали против проведения этой экспертизы и в том суде не выдвигали этих доводов, то сейчас вы тоже не можете, вы не можете в качестве возражений этот довод выдвигать. Это нужно было делать в том суде при расторжении брака и при назначении тогда экспертизы. Я хотела бы сказать о том, что нынешнее решение суда об аннулировании отцовства не имеет правового значения для выплаты указанного штрафа, поскольку в этой ситуации вы выполняли полностью все, как бы, те функции, которые были возложены как на родителей законного представителя, а у нас родителям и законным представителем не обязательно является биологический отец. То есть в данном случае вы несете ответственность за вред, причиненный ребенка в период, когда вы являлись его юридическим отцом. У нас в данном случае все вот эти нормы, которые связаны со спариванием отцовства, не имеют обратной силы и сделано это специально исключительно в защиту интересов самого ребенка. Истец и ответчик суда огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Иск удовлетворить. Увы, все решилось не так, как я хотел, но есть одна отрада. Хотя бы с этим семейством меня больше ничего не связывает. Ответственность с бывшим мужем мы будем подолгу нести совместно. Я очень надеюсь, что у Андрея с Егором все-таки наладятся отношения. Со временем он поймет, что ребенок его любит и нуждается в нем. Пови, папка! Вы знаете, что делать, если ваш ребенок совершил преступление? У них вместо погремушки граната, игрушка, автомат. Вы хотите получать алименты, даже если у отца ребенка нет доходов? Ни одной копейки я не видела от тебя. Ну разве деньги сделала? Оказывается, изменился закон о суррогатном материнстве. Это важно. Я родила, я мать, я его два дня кормила. Мне не важно вообще, чтобы это, блин, в договоре написано. Это мой ребенок. Специально для вас работает бесплатная юридическая консультация программы «Битва за будущее». Я сына своего защищаю, понятно? Мы защитим ваших детей. Истец просит установить отцовство недееспособного мужчины. Ответчик, опекун недееспособного, иск не признает. Пожалуйста, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь. Месяц назад я родила вот этого прекрасного, замечательного ребеночка, доченьку свою родила, Алисоньку. Вот Алиса у меня родилась совершенно здоровой девочкой. Я работала санитаркой в пансионате для умственно отсталых. И там я встретила свою любовь. Славика. И со Славиком мы провстречались месяц, после чего мама Зинаида Яковлевна забрала его домой. Я узнала то, что я забеременела. Я родила, ваша честь, совершенно здоровую дочку от, как оказалось, недееспособного Славика. Но вы понимаете, когда любовь, тогда не замечаешь недостатков своих любимых. Какой абсурд. Любовь. Он сам ребенок еще. И ваша честь, сейчас, в данный момент, я не работаю. И я приезжаю, у меня нет своего жилья, мне надо на что-то жить. И я бы хотела, чтобы опекун, то есть мама отца ребенка, платила мне деньги. 15 тысяч рублей каждый месяц. Я никак не могу платить. А я когда родила, ваша честь... Подождите, вам или ребенку, я никак не могу. Это алименты на содержание ребенка, ваша честь. Потому что я когда пришла с новорожденным к бабушке, она прогнала меня. Я ей говорю, вот, посмотрите, у вас родилась совершенно здоровая внученька. На что она мне сказала, пошла он отсюда, это не моя внучка. Но я так не говорила. Представляете, ваша честь. Например, не так. На что я ей сказала, вы сделаете тест на ДНК. Об установлении отцовства. Ну и вот, вот, ваша честь. 99,9 процентов. Ваша честь, вы видите, это наглости хватает и цинизма. А она стопроцентная бабушка. Прийти с ребенком к нам. Вы представляете, у меня ребенок болен. Скажите, пожалуйста, а вот истец ссылается на результаты теста. Вы давали согласие на взятие биоматериала? Да я просто, знаете, порядочная женщина добровольно согласилась делать ДНК. Но я бы никогда не подумала, что можно так поступить. Сколько, 30 лет я езжу отдыхать, и сына больного в этот интернат больных отправляла. Она работала обыкновенной санитаркой. Как она не могла знать, что он болен. Инстинкт есть инстинкт. Вашему сыну 35 лет. Это совершенно созревший мужчина. Какой он мужчина? Он болен. Справки для чего даны? Ты совесть имеешь? Пришла домой к нам, увидела, как мы живем, и теперь решила обобрать нас, чтобы там прописаться, зарегистрироваться, и чтобы еще ее кормили ребенка. А совести у нее хватает? Я жена генерала. Подождите, подождите, ответчик. А вы знаете, что еще, как бы, вы сами зарегистрировать ребенка на указанной жилплощади не можете? Не могу, потому что он у меня еще не зарегистрировал. Нет, нет, даже если вы ее зарегистрируете, вы сами поставить на регистрационный учет, как на постоянное место жительства, не можете. Потому что несовершеннолетних детей регистрируют по своему месту жительства родители. А поскольку сын ответчицы признан недееспособным, то он зарегистрировать ребенка не может. Он лишен такой возможности. А ответчик будет возражать против этого. Ну так вот я хочу, чтобы она не возражала. Не возражала. Так я за этим и пришла к вам, чтобы вы мне в этом и помогли. Потому что я хочу убедить ее, что это ее внучка. Понятно. Естественно, еще раз. Даже если сейчас суд признает сына ответчика биологическим отцом ребенка, это не дает основания вам вселиться в квартиру и встать на регистрационный учет. Ну так, Ваша честь, мне нужны алименты. Мне нужно, чтобы она платила мне каждый месяц твердую сумму. Еще я хочу к ним встиниться, чтобы дочь росла в совершенно здоровой обстановке. Естественно, давайте еще раз. Давайте так. Вы не сможете вселиться. Ну почему же? Славик не против. Он вообще ребенка не понимает. Да какой ребенок? Естественно, я сейчас... Вот смотрите, я вам попытаюсь объяснить. Вот если есть квартира в собственности, и там есть несколько собственников, и у одного из собственников рождается ребенок. Этот собственник без согласия других собственников имеет право поставить его на регистрационный учет. Вы же не собственник этой квартиры. Нет. Значит, вы поставить ребенка на регистрационный учет не можете. Не могу. Значит, тот, кто пользователь этой квартиры, ваш сын, который там зарегистрирован, который мог бы поставить ребенка на регистрационный учет без согласия собственника, сделать этого не может, потому что он является недееспособным, то есть он лишен возможности реализовывать свои гражданские права. Поэтому ни вы, ни ребенок не будут поставлены на регистрационный учет. Ну так бабушка же может поставить на регистрационный учет? Она будет возражать. Я возражаю, Ваша честь. Ну, Ваша честь. Если она не хочет работать и не хотела, если она использует... Я не могу, я в декрете. Истец, ответчик не даст своего согласия. Без ее согласия вам никто ребенка на учет не поставит. Только через мой труд ты получишь. Ну как так, Ваша честь. Понимаете, я когда была санитаркой, да, ну мне, Славик, нам же нельзя, как сотрудникам клиники, частной клиники, приставать к пациентам. А на что он мне говорит, ты такая красивая, ну какая женщина устоит. Ну тут и получилось. Давайте еще раз о красоте, да? Давайте еще раз. Я понятно вам объясняю? Я понимаю, да. Что вы проживать в этой квартире не сможете. Ну почему, Ваша честь? Потому что она возражает. Ну это же Ваша внучка. Что здесь такого, Ваша честь? Ну посмотрите, она даже на нее похожа. Истец, давайте я попытаюсь так. Значит, установление отцовства не дает вам права проживать в квартире. Это понятно? Да. Ну хорошо. Так, осталось алименты. Да. Да. Почему 15 тысяч? Потому что это прожиточный минимум для Москвы. Нет, это ваш? Я никак не могу понять. Вы определитесь, вы алименты для кого просите? Для ребенка. Для ребенка. У нас прожиточный минимум для ребенка не 15 тысяч. Ваша честь, мы сами живем на алименты и на то пособие, которое мне после смерти мужа досталось. Ответчик, ответчик. Ваш сын, отец, ребенка. Ну и что теперь? Он же ведь не специально, он даже не понимал, что он делал. Он ведь не понимал, он и сейчас просит ему. Все он понимал. Ничего он не понимал. Это не реализация гражданских прав и обязанностей. То, что вы говорите. Недееспособность, это когда человек не понимает, не отдает значение своих действий. То есть он не может предполагать правовых последствий. А у нас это связано, если вы обратили внимание, признание биологическим отцом, а не юридическим. Значит, она изнасиловала. Я сейчас подала в суд на нее, что она просто насиловала его. Ну, правда, это клеветан, это клеветан, что вы такое говорите. Потому что он столько лет жил. Подождите, ответчик, вы обратились в правоохранительные органы? Да, я обратилась и на работу заявила, как они могут держать таких. Подождите, а ребенок был зачат в период вашей работы? Да. Ну, она работала там, а как раз меня не было. Вы так как-то очень опрометчиво мне сказали. Ваша честь. Понятно, вы обратились в правоохранительные органы. Так, суд удаляется для принятия определения. Суд оглашает определения, принятые по делу. Суд выносит определения об отложении дела слушанием для получения ответа на судебные запросы. Суд направляет в адрес правоохранительных органов судебный запрос о том, имеется ли заявление со стороны ответчика, как опекуна. Недееспособного сына. Возбуждено ли уголовное дело, проведена ли доследственная проверка и имеется ли в деяниях истца квалификация, как уголовно наказуемое в деянии. Суд также направляет судебный запрос в отношении вашей организации, чтобы они подтвердили, работали ли вы по основному месту работы, начислялась ли вам заработная плата на период времени, который приходится, на зачатие ребенка, поскольку тестом ДНК установлено, что вы являетесь биологической матерью ребенка, а недееспособны являться биологическим отцом ребенка. В данном случае при получении двух этих ответов на судебные запросы, а у нас любые организации обязаны давать информацию по судебным запросам, суд будет дальше принимать решение уже по существу вопроса, поскольку на сегодняшний день необходимо понять, насколько даже при том, что ваш сын не понимал значения своих действий, суд должен быть уверен, что было в определенной степени добровольное вступление в интимную близость с истцом. Это к биологическому отцовству не имеет никакого отношения, но это имеет, по крайней мере, значение для правовой квалификации действий самого истца. Естественно, ответчик, суд огласил определение о переносе делослушанием, отправлении судебных запросов. К тому моменту, когда судебные запросы, информация по ним будет получена, суд вас уведомит для продолжения судебного заседания. Прошу всех встать! Решение суда. Дело отложить. За этой так называемой бабушке я не могу уже месяц зарегистрировать ребенка. А я хочу, чтобы в свидетельстве о рождении стояла фамилия отца, а не прочерк. Какая внучка! Нам и так с сыном тяжело жить. Мы еле концы с концами сводим. Вы думали, так не бывает? Вы зверье! Так нельзя поступать! Вы надеялись, что все обойдется? Это не справедливо, ложитесь! Раньше надо было думать. Вам казалось, что этого никто не узнает? Да при чем этот аборт вообще? Это к делу никакого отношения не имеет. Страшные личные тайны раскрываются в залах этих судов. Билли? Била. Дети? Она чужого человека называет маму. Я ей должна объяснять, что вы ее мама. Деньги. Перебивать в суд – это очень дорого. Тариф судебный – тысяча рублей слова. Секс. Это даже голос не мой, я вообще так не кричу. Вот этого спросите. Судебное лето на нашем телеканале в самом разгаре. Забери свою эту! Забирай сама! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok